Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как размножаю свою фасию, которую обрезала после того, как она была заражена грибковым заболеванием. Вот такой горшок приготовила для таких череночков и буду использовать корневин, стимулятор корнеобразования, для того, чтобы вот эти маленькие несчастные череночки успешно могли укорениться. Итак, с чего мы начинаем? Во-первых, горшок с грунтом мы заливаем кипятком. Эта процедура необходима для того, чтобы обеззаразить почву, поскольку растение фасия очень подвержено всякого рода грибковым заболеваниям. И оставляем это все остыть. После чего эти маленькие череночки мы обмакиваем в корневине, который, кстати, содержится вещества, которые точно так же обеззараживают черенки. И, по сути, можно сказать, мы подстраховываемся со всех сторон. Я эту процедуру делаю не с каждым растением и не каждый раз. Просто фасия – это именно то растение, где нужно подстраховываться везде и во всем, для того, чтобы оно не заразилось. Помещаем в грунт примерно где-то на сантиметр и оставляем вот в таком вот виде, во влажном грунте. Ну и для лучшего, естественно, корнеобразования мы делаем такой микроклимат. Влажный создаем, накрывая целлофановым пакетом и оставляем на какое-то время, наблюдая, естественно, за этим растением и ни в коем случае не заливая его. Через два месяца что мы видим? Один из черенков, к сожалению, у нас не выжил. Второй выжил и назначил выпускать новые листочки, что говорит о том, что растение успешно укоренилось, чему я несказанно рада, поскольку фасию я обожаю, очень люблю. Все это время горшок с растением стоял на западном окне. Было очень хорошее освещение, что немаловажно в этом процессе. Поливала я по мере необходимости, по мере того, как подсыхал верхний слой земли, стараясь не заливать, поскольку заливы как раз-таки тоже могут привести к грибковым заболеваниям. Фасия у меня не стояла на сквозняке, и она очень этого не любит. Очень не любит перепадов температуры, и вообще относится она к себе очень щепетильно. И поэтому уход за фасией, особенно в момент размножения черенка, это должен быть просто безупречным, для того, чтобы растение выжилось, выжило и стало расти дальше. Вот пока у меня это получилось, спустя 2 месяца фасия меня радует, и выглядит она замечательно спустя 2 месяца. А это уже фасия через 5 месяцев, она уже выпустила несколько листочков. Правда, нижний листочек уже начинает желтеть, сейчас за окном осень, и я опять начинаю бояться за нее, поскольку осень это такая тяжелая пора для фасии. Поэтому расслабляться не стоит. Стоит, несмотря на то, что она выпускает новые листочки, расслабляться не стоит. Уход за фасией должен быть тщательным и очень хорошим. Вот таким образом я смогла вырастить из черенка фасии уже такое растение, чему несказанно рада. И на этом все про размножение фасии. Всем пока!